Члены общественной палаты продолжают обходить магазины. Сегодня ценовую политику проверили в Высоковске. Давайте муку самую дешевую. Сколько у вас килограмм? 44 рубля. 43. 39 есть. Здесь у контролеров однорода 5 точек. 4 сетевых магазина и один частный. С него и начинаем. Она здесь милавая. Она самая была в прошлый раз. Нет, она подражала. Мы подражали на другое. 94 милавая. Давайте 73 рубля. 180 градуская. 82,5 процента. Цены сверяют по списку, составленному по результатам мониторинга на конец января. Здесь цены изменились в пределах разумного. Повысились в основном цены на тот товар, который поступает с базы, с Москвы. Если, конечно, они нам повышают, то мы стараемся чуть накруточку поменьше делать. На ценочку, да? И все равно как-то держать немножко цены. В сетевике цены меняются почти каждый день. Вопросы у общественников вызывают поставщики. Если он не наш, то повышение оправдано. Но подтвердить рост цен в этом магазине не смогли. Со внешних поставщиков, да, вот, мы получаем уже с документами. А остальное документы приходят на склад, и со складом мы будем быть потребленными. Да, у нас так. Нет, это надо уточнить, потому что девушка наставит заблуждение. Ну, уточним. Контролеры от народа сегодня переписали цены на основные товары потребления. Далее этот мониторинг отправят в правительство области. В основном цены сохраняются в тех же пределах, что были и на конец января месяца. Нам бы хотелось оценить просто состояние ценовой политики в магазинах Клинского района. И как выполняются распоряжения нашего руководства российского. Редактор субтитров А.Семкин